Когда закончил московский университет, то меня просто поломали на кусочки и разные. Я объехал, в принципе, немножко. И тогда Хуан – это такой профессор академической науки, которая вообще в центре Мексики. Я обязательно получаю письмо. И не только из-за рубежа, а, понимаете, мы же, если вы вспомните, как мы дружили, как мы служили, и, может быть, я там пришел, а может, помогал. И недавно был у меня Хуан из Мексики. Это что означает? А я потом по всей земле поверхности ездил, подъездил всю земную поверхность по разным материалам, по разным университетам. И тогда, в принципе, я пильмал от вас всех приветов. Я говорил о нашем вообще вот таком студенчественном протезе объединении, да? И тогда по всему миру разнеслось все. И тогда недавно привезли ко мне из Мексики Хуан. Хуан. Он, в принципе, защитил у меня кандидатскую диссертацию. Ну, я сейчас сомнюсь. А он приехал к нам в Россию с своей младшей сестрой. Значит, вот вы посмотрите на меня, пожалуйста. Я в Мексике очень знаменитый. Они мне привезли эти мягкие ощущения. Маленькая девочка Хуана, она с большими калями глазами смотрела на меня и не отходила от меня. Не на одну секундочку. А тогда я сказал, я тогда буду засылать всех преподавателей к вам в Мексику. Прините меня, пожалуйста, как меня принимали. А я ведь по Мексике по Мексике жду от северного ледовитого океана. Я говорю, что все благослови наши молители. Они меня как поставили, но вы знали меня. Вы меня, наверное, не зря пригласили, но я лично бывал там, и все сохранился до сих пор. А теперь здравствует наша биография. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!